Вместо деревьев забор, вместо теплицы дом. Земельный скандал разгорелся на улице Седова. Местные жители, владельцы земли, не могут поделить территорию возле дома. Подробности у Антона Александрова. Надежда Амарова показывает фотографии своего сада всем. Чиновники смотрят и удивляются. Владельцы земли объясняют, здесь будет стоять дом. Именно этого и боятся местные жители. Много лет на этом участке они выращивали свой сад, где можно отдохнуть. К тому же, говорят, землю оформляли в аренду. Теперь все, видимо, изменилось. В 2009 году неожиданно вот там, на конце этого участка, появляются блоки. А там у нас было большое пятиэтажное здание общежития, которое изъяло окнами. Пустое. Стояло лет 20, наверное, так пусто. И мы начали спрашивать у них, кто вы такие, что тут будет построено два дома. В 2007 году Надежда Амарова с соседом взялись за бумаги и пошли по инстанциям. Этот участок земли оформляли себе в аренду. Заплатили деньги, составили план, получили кадастровый номер. Меня вызывают на комиссию в Акимат. Комиссия огромнейшая, человек 15 мужчин. И задают мне разные вопросы. И говорят, ну, ой, какая красота. Я фотографии показываю эти один. Какая красота у вас, Швейцария. Я говорю, да, вот так мы уже вырастили. Ну и насколько вы хотите в аренду? Я говорю, ну, я уже старый, наверное, лет на 15. Да ты чё, бери на все 49. Ну ладно. Ну хорошо, говорю, как дадите, так дадите. Воспоминания теперь пугают. А все эти бумаги вызвали огромный интерес, когда на участке появились новые владельцы. Разметив территорию, они известили соседей, что их зеленый сад будут ликвидировать. Два жилых полностью, 19 на 38,5. Один участок и 19 туда. Полностью снесут всё бульдозером, выровняют, забор поставят. Говорят, мы себе будем строить. А потом скажут, нужда, мы их продаём. И земля будет голая стоять, пока они им продадут. Пока кто-то опять не построит, заборы поставят и всё. А все 48 квартир, и дети, и туда-сюда, вот на этом кусочке останутся. Так хотя бы зелень подышать можно чем-то. В отделе земельных отношений о скандале ещё не знают. По документам и базам данных, этот участок земли закреплён за двумя владельцами. По схеме чиновников он ничем не примечателен. Земельные участки, расположенные напротив домов 3 и 7, предоставлены двум собственникам. Это напротив третьего дома является граждан Жанатов, напротив седьмого дома – граждан Кайрбекова. Принадлежат данные земельные участки им направить частную собственность, с целевым назначением строительства жилых домов. Согласно проекту детальной планировки «Новый город» на данном земельном участке, предусмотрено строительство жилого дома до трёх этажей. На сегодняшний день начато освоение земельного участка путём строительства жилого дома. Спор не может быть на пустом месте, уверен известный карагандинский общественник Дмитрий Бойко. По его словам, выдача земель в частную собственность, начиная с 2008 года, вызывает нарекания до сих пор. На этот счёт, говорит общественник, существует постановление Кематта 2007 года, которое дополнялось в 2012. Не подлежат продажи земли, в том числе общего пользования, и принят перечень этих земель. Раньше было их 153, сейчас 186 участков. В том числе, вот здесь чёрным по белому написано, к землям общего пользования, не подлежащих продажи, относятся территории, занятые площадями, скверами, парками, детскими площадками, внутридворовыми территориями. Тем паче, что в соответствии с статьей 81 земельного кодекса, досрочное расторжение договора аренды, возможно, только по решению суда, в обязательном случае, конечно, должна участвовать этим та гражданка, которой этот арендный договор аренды был предоставлен. Ещё одно опасение жителей улицы Садовая в том, что водопровод к дому идёт как раз под местом будущей застройки. Трубы могут лопнуть от большегрузной техники, говорят старожилы. Да и возле строения. Менять их будет непросто. Через дорогу идёт прямо к седьмому дому. От седьмого дому идёт к пятому, и вот тут на повороте идёт к третьему дому. Питает три дома водопровод. А если вот это здесь строить, значит, что мы лишаемся воды. Будем без воды. В итоге местные жители сейчас оббивают пороги инстанции и пишут обращение. Сохранить свой зелёный сад они намерены любыми путями. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Никита Косых, 5 канал.